«Смотрим» представляет подкаст «Радио Маяк». Гражданская война. Друзья мои, мы продолжаем наш исторический цикл «Гражданская война». Весь он доступен на сайте radiomayak.ru, в подкастах, в iTunes. Я рад приветствовать Василия Жановича Цветкова, профессора Московского педагогического государственного университета, доктора исторических наук. Василий Жанович, доброе утро, дорогой. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Василий Жанович, мы очень подробно рассматривать начали с вами в нашей прошлой программе символику Белой Гвардии. Хотя, опять же, повторимся, они сами себя называли русской армией. Правильно? Потому что они не считали, что их присяга, она закончена с двумя переворотами в стране, которые произошли. Мы говорили о цветовых решениях очень много. И сегодня, как и Василий Жанович пообещал, мы доберемся и до советской, то есть красной символики. Василий Жанович, все ли мы успели сказать про Белую Гвардию? Я думаю, что здесь вот очень хорошим переходом, таким вот от тематики белой к тематике красной, может стать как раз красный цвет. Потому что, если мы возьмем белое движение и тех, кто начинал ледяной поход, вот символика красного цвета, она была у корниловцев. Собственно, с них мы в прошлый раз начинали и сегодня тоже о них можно упомянуть. Вот, если наши слушатели помнят, то там такое характерное сочетание корниловских цветов, это черный и красный. Черный цвет, цвет смерти, красный цвет, цвет, как бы он трактовался с одной стороны, это цвет возрождения. Почему еще? Потому что, вот опять же, напомню немножечко церковную, такую колористическую составляющую. Наверняка, православный человек, вот даже, может быть, и не такой вот церковленный, знает, что красный цвет, это цвет Пасхи. Пасхальный цвет, цвет пасхального воскресения. Поэтому, вот, сочетание такого красного и черного... Ну да, и, Василий Жадович, все одеяния священников на Пасху, они красными, да, становятся? Да, 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 конечно, красный цвет, цвет пасхальной радости, это, собственно, так вот и трактуется всегда. Ну, красное яйцо, даже вот если идти вообще глубоко в историю возникновения христианства, то есть красное яйцо символ, это символ воскресения Христова. Так вот, в 17-м году, когда появилось вот это сочетание у корниловцев красного и черного цветов, здесь вот они не все вот объясняли это только как смерть и возрождение, воскресение России, да. Это еще и объяснялось революционным цветом тоже, потому что революции в 17-м году, февраль 17-го, вот если бы март 17-го, да, вот эти медовые месяцы революции, они воспринимались именно в таком очень оптимистичном ключе, оптимистичном контексте. И вот этот красный цвет воспринимался и большевиками, он стал потом доминировать, он стал главным, основным, да, революционным цветом, но он воспринимался поначалу и их будущими противниками. То есть вот корниловцы красно-черный цвет, красный воспринимали как цвет смерть за революцию, вот еще что интересно. И вот эта революционная символика, она, конечно, потом уже для них была неприемлема, но традиция осталась, и вот красный цвет, он так потом у корниловцев и был, ну, собственно говоря, во всей их истории, в том числе зарубежье уже, вот. А в Красной армии он, конечно, остался, он стал доминировать, он стал ведущим, он стал главным в символике цветов. Василий Жанович, но я же так понимаю, что, в принципе, конечно, Красная гвардия от религиозности была, ну, несколько, так сказать, мягко говоря, дальше, да, чем Белая гвардия. Потому что еще, кажется, мы с вами же об этом говорили, да, в нашем цикле именем революции, что когда произошли вот эти февральские события, переворот 17-го года февральский, когда были жертвы, так сказать, вот, противостояния, то их, по-моему, ведь был такой эпизод, что героев этой революции решили похоронить без поповского отпевания, прав я? Не совсем так. Их отпевали, но их хоронили не на церковном кладбище, не на кладбищах вот именно традиционных, таких, обычных. Тем не менее, но тем не менее, то есть там же история такая, что, по-моему, статистика гласит, что ведь до февральских событий, до вот этого переворота, я так понимаю, все наши воины верующие, да, ну, так по уставу это, я не знаю, где это было закреплено, но в любом случае они должны были ходить периодически на исповедование. И как только, как только февральский переворот случился, значит, свободу солдатам дали, там все перестали ходить, да, вот. Это так. То есть, религиозность, религиозность, она, как бы, так сказать, оказалась, в общем-то, формализмом для очень многих, к сожалению, да? Конечно, но это, вообще-то, отдельная тема, просто вот надо сказать, что для солдата на фронте, собственно, вот как раз, опять же, возвращаясь вот к красному цвету, весна 17-го года, она действительно часто воспринималась как такое, в общем, пасхальное торжество революции. Я не знаю, насколько, вообще, мы, конечно, сочетались бы эти цвета, вот, в представлении нас, сегодняшних людей, да? Но вот в то время так было, да. Нет, нет, ну, тут у нас свои традиции, у нас белоленточники есть, вот. Безусловно, и это тоже, да. Слушайте, Василий Жанович, но ведь помните, Блок же писал, что среди них Иисус Христос, да? То есть, вот это вот ощущение, что социальная революция и христианство, это, в принципе-то, как бы, Христос-то тоже вот менял-то, выгонял из храма. Менял и... Это было популярно, это было востребовано идеей. Ну, просто, Сергей Валерьевич, я думаю, мы с вами об этом еще обязательно поговорим более подробно, потому что эта тема церковь и революция, она немножко, ну, требует, безусловно, вот такого вот большего внимания, да. А вот, возвращаясь просто к цветам, я хочу сказать, что красный цвет, он начал использоваться везде и всюду, начиная именно с февраля 17-го года. Причем, напомню, вот, очень такой интересный способ его возникновения, использования в повседневной практике, что делали революционеры. Ну, кстати, это еще в 905-м году началось. Брали триколор наши российские, да, белый-синий-красный, красную полосу отрезали. А, соответственно, значит, белую-синюю уже не использовали. Вот, и с этой красной полосой вот ходили, вывешивали ее, такие длинные-длинные флаги получались, да, но, тем не менее, все равно вот красного цвета, а это был уже другой совершенно хим. А в 905-м году, если так, экскурс маленький, откуда этот цвет попал? То есть, почему именно рабочее движение и красный цвет? Спасибо, Сергей Валерьевич, очень важный вопрос. Вот это принципиально важный для понимания того, как красный цвет стал именно революционным цветом. И это перешло уже от рабочего движения европейского и американского. То есть, вот там, как бы, первое, ну, к чему апеллировали вот большевики в 17-18-м годах, самый, наверное, такой яркий пример, он, кстати сказать, у нас представлен, между прочим, есть у нас в музейных экспозициях наших, это знамя коммуны, это знамя парижской коммуны, красного цвета, и вот этот красный цвет, пролетарский, революционный, он пошел уже дальше развиваться и использоваться очень и очень широко. Василий Жанович, а у них-то, а у них-то почему? А у них тут уже не было Пасхи, конечно, здесь, здесь совсем другое. Кровь борцов, пролитая за свободу. Цвет крови, цвет красной крови, цвет, цвет борьбы за свободу. Но в таком случае, Василий Жанович, в таком случае знамя-то, если мы, я понимаю, что мы с вами мужчины, да, и над нами женщины смеются, над мужчинами, потому что мы в оттенках очень плохо разбираемся. Женщины, вот, например, вот если им скажешь красный лак для ногтей, так они тебе, наверное, штук 30 оттенков назовут. Мы-то, как бы, это сказать, примитивнее на все на это смотрим, да? Но вот если, братья, если буквально цвет крови, то он, конечно, скорее ближе, ну, не к советскому флагу красному, да, и не к сегодняшней красной полосе на нашем знамени, а вот к тому цвету, который используется, например, латышами на их флаге. То есть он такой темно-темно-темно-красный, потому что кровь же, она не яркая, она же достаточно тусклая, да, такая вот. Это да. Причем, вот смотрите, опять же, если мы перейдем уже на красноармейскую символику, наверняка для многих из наших слушателей вот ассоциация «красная звезда», да? Причем красная звезда не просто где-то, а красная звезда на Буденовке, на красной. Так вот это на самом деле достаточно распространенное заблуждение, потому что дальше, я думаю, об этом надо будет сказать. А как раз красная такая звезда на Буденовке, это всего-навсего лишь один из таких символов, причем не полностью красная, да, там были свои нюансы, стрелковых частей, пехоты. Но пехота, опять же, вот если брать, это я в вопрос о насыщенности цвета, она по уставам РККА была не красная их символика, а малиновая. То есть вот что еще интересно, у них ассоциации возникали именно с красным цветом, то есть вот красная армия, красный цвет. А на самом деле это использовался малиновый цвет, а малиновый цвет, я отмечу, это был цвет стрелковых частей. Стрелки имели малиновый прибор, не красный, а малиновый прибор, еще в императорской армии. А поскольку у нас в Красной армии стрелковые были подразделения, то есть вот первые части они назывались стрелковыми, то здесь вот такая вот логика, она была вполне вроде бы и нормальной. То есть это цвет не только там революционно насыщенный такой пурпурно-красный, но это цвет малиновый, ближе к малиновому, это цвет стрелковых частей. Хорошо, Василий Жанович, а тогда не могу не задать вопрос. А звезда откуда взялась, которую все время, значит, вот злопыхатели называют сатанинской, значит, что она вот это в перевернутом виде обозначает, оккультизм, вот это все, да? Звезда, да, вот в этом контексте это было очень распространено и тогда, и позднее, вот очень-очень много об этом писали, именно перевернутая звезда, то есть даже встречались там такие голограммы, там как вот она может там изображать якобы символику сатанинскую, да? Вот, но, как говорится, выходя за рамки вот этих вот метафизических вещей, в принципе, звезда воспринималась по-разному, то есть здесь вот в данном случае мы должны видеть, я думаю, не столько вот какие-то метафизические вещи, потому что в отличие от белых как раз вот, о которых в прошлый раз мы с вами говорили, там очень много метафизики в униформе, там символики много, много там разных вот таких вот цветов, знаков, да, черепа, конечно, тоже, да, не имеющие отношения к эсэсовцам. Вот, так вот здесь, здесь как раз тоже я бы не стал вот так вот концентрировать это на исключительно вот таком каком-то метафизическом смысле, а это символ, ну, наверное, правильнее было бы сказать символ, который устоялся просто вот в практике повседневной. Почему? Потому что, ну да, это вот то, что отличало, наверное, партию большевиков и вот те, кто, собственно говоря, и поддерживали их от остальных в плане символов. А мы не знаем, мы не знаем фамилию человека, который, в принципе, ну, предложил этот символ в принципе. Она, звезда утверждается в символике, она идет уже вот в Конституции РСФСР, то есть здесь, здесь это все уже официально, но это, по сути, постфактум, то есть это то, что уже практиковалось раньше и было уже потом законодательно закреплено. А вот я бы не стал называть, тыкать пальцем, как говорится, да, и говорить, что вот этот вот конкретный человек, там, Троцкий, допустим, есть такая легенда, понятно, что Лев Давыдович это себе предложил, да, но на самом деле, на самом деле здесь скорее просто вот такое народное, может быть, понимание, в том числе и этого символа. А хотя... Василий Жанович, Василий Жанович, тогда не могу не спросить, а до революции вот именно эта пятиконечная звезда, она какое-то хождение имела? Шестиконечная имела, например, даже и, опять же, вот, я так понимаю, шестиконечные звезды же были на елках новогодних, правильно? Восьмиконечные, восьмиконечные, если быть более точным, восьмиконечные, потому что это звезда Богородицы. Богородичная звезда, да, и это орденская звезда, это ордена нашей Российской империи, они все восьмиконечные, тоже это важно отметить. Вот, ну, да, может быть, так вот со стороны, там, издалека, может быть, она покажется не восьмиконечной, да, не всегда она запятна. А вот пять лучей. А пять лучей практиковалось, вот, я, пожалуй, даже вот не назову какого-то широкого такого распространения, до семнадцатого года. До семнадцатого года. То есть все-таки, Василий Жанович, я вас знаю, как, так сказать, продвинутого, так сказать, историка, но тут вы нам все-таки оставляете, я чувствую, по недоговоренности оставляете простор для некой мистической, так сказать, какой-то версии, да? Ну, я думаю, что здесь можно разные версии предполагать, но официально, официально, все-таки, вот, если брать красную звезду как символику Красной Армии, она у нас утверждается с весны восемнадцатого года, когда вводится специальным постановлением красногвардейский, красноармейский знак. И вот этот нагрудный знак, с него все, собственно, началось, вся вот эта символика, колористика, атрибутика Красной Армии, он был первым знаком, который отличал, ну, помимо повязки вот этой красногвардейской, о которой мы уже говорили, да, вот, он первый знак, который отличал принадлежность к Красной Армии. Носиться должен был на левой стороне груди. А представлял он собой тоже интересный такой момент, венок лавровый и дубовый. Вот если мы возьмем сочетание вот этих вот двух элементов, дубовый и лавровый венок, и, допустим, знаки выпускников Академии Генштаба, например. Да любой даже, очень многие высшеучебные заведения там, они имели знаки, которые выдавались после окончания, в имперской, я имею в виду, Российской империи, которые выдавались после окончания этих учебных заведений, и там на этих знаках было вот как раз сочетание дубового и лаврового венков и двуглавый орел. Двуглавый орел, герб, при этом внизу, в лапах-то, под лапами двуглавого орла, там были, допустим, какие-то символы, там, сочетание каких-то вот элементов, которые бы светили о том, что это... Для, например, шпалы, да? Да, и не только шпалы, и у железнодорожные, например, там вот это были молотый якорь, те, кто заканчивал железнодорожные учебные заведения высшие, а артиллеристы, там, допустим, пушки перекрещенные, то есть вот эти вот символы, они были уже. Ну вот теперь, что интересно, вот этот нагрудный знак, вместо орла, вместо вот этих скрещенных там молотой якоря, допустим, других каких-то символов, появляется у нас пятиконечная звезда. Пятиконечная звезда, острием она, правда, вверх направлена, вот это к вопросу о метафизике, да, которая популярна часто, вот ее почему-то вот именно вниз, там, луч, да, ну, там и считается, что это знак неких темных сил. Так вот здесь красногвардейская звезда, она лучом вверх направлена, и на этой звезде первые, еще один вот тоже интересный такой символ появляется, первое сочетание двух элементов такого пролетарского государства. Это молот, но не серп, как вот принято, да, считать, серп и молот, а молот и плуг. Плуг такой вот характерный, начал 20-го столетия, типичный, то есть сочетание рабочего и крестьянского труда, символы рабочего и крестьянского труда, вот вместо... Василий Жанович, тогда два вопроса, а когда плуг сменился на серп, во-первых? Постепенно он менялся, потому что изначально все-таки вот это сочетание, оно считалось более приемлемым, а потом уже вот в Конституции, в символике уже гражданской, невоенной, уже был серп, то есть уже вот волок и серп. То, что сейчас все страны мира, затаив дыхание, смотрели на торжества, связанные со столетием китайской коммунистической партии, там они вот до сих пор ходят, у них там серп есть, хотя вряд ли, кстати говоря, в китайской традиции сельскохозяйственной этот инструмент используется. Василий Жанович, а второй вопрос, это вот этот дуб и лавр, которым была, так сказать, вот звезда обрамлена, это зачем? Они не могли так быстро расстаться со старыми какими-то ценностями? Почему вы остались венки? А здесь мы переходим уже к очень интересному нюансу, это использование старых каких-то вещей, вообще вот уже в натуральном смысле слова, старых вещей, старых элементов, старые униформы в том числе, старой императорской армии. И вот первые вот эти знаки, скорее всего, они делались по очень простому принципу, то есть выламывался двуглавый орел, и вместо него уже существовавший вот этот вот знак, оставшиеся от него, вернее, лавровый и дубовый венки, это символы славы, вообще вот если посмотреть, это корнями уходит в традицию еще Древнего Рима. Просто-напросто впаивалась, впаивалась пятиконечная звезда. И вот нагрудный знак таким образом получался, красноармейский, его уже должны были носить все, кто входил в состав Красной Армии. Но первый год истории Красной Армии, это огромное разнообразие самых таких, вот даже трудно себе представить, сочетаний, которые использовались для идентичности, для идентификации себя вот с большевиками, с красными, с Красной Армией. То есть чего там только не было. И вот этого единообразия, Буденовка, там, шинель, гимнастерка, то, что мы видим уже в конце Гражданской войны, в начале Гражданской войны у Красной Армии этого просто-напросто не было. И ассоциироваться там, что красноармейский с Буденовкой, это чуть ли уже прям сразу 18-й год, это, конечно, нет, это совершенно не так. Ну, прекрасно, прекрасно. Мы тогда с вами продолжим сразу после короткой, так сказать, паузы на новости. Я еще раз напомню, что с нами Василий Жанч-Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. И наш цикл «Гражданская война» еженедельный доступен совершенно бесплатно на сайте «Радио Майк.ру». Гражданская война. Друзья мои, с нами Василий Жанч-Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Мы сегодня о красноармейской и краснофлотской традиции, символике говорим о зарождении. Василий Жанч-Светков, ну вот, кстати, флот наш, что интересно, он же в гораздо меньшей степени подвергся вот этим, так сказать, изменениям в форме одежды. Мы помним, что и русские офицеры, и советские офицеры, причем всех периодов, там, и довоенные, и военные, и послевоенные, в принципе, стилистика оставалась все той же, и цвета формы, да, все той же. Как так вот флоту удалось вот особняком стоять от всех остальных? Ну, вы знаете, с флотом вообще-то очень интересная история на самом деле произошла. Там ведь тоже были перемены, но перемены были связаны не с как раз советской властью, а перемены были связаны с Временным правительством в 17-м году. Вот это очень важный момент, потому что, когда вот, допустим, ну, кто, наверное, такой яркий пример привести, может быть, нашим слушателям знакомый, фильм «Манзун», фильм «Манзун», двухсерийный, который вышел на экраны вот еще в 80-е годы. И вот обратите внимание на униформу, в которой ходят главные герои, офицеры, да, до революции и в 17-м году. В 17-м году флот вступает в полосу такой вот интересной, очень интересной и во многом показательной реформы, которая по логике вещей, вот по идее, по замыслу Временного правительства, морского министра, а должна была приблизить наш флот российский к британскому флоту. То есть вводится такая вот схема ношения флотской формы, которая, по сути, принята в Британии. Прежде всего, конечно, это касалось изменений в головных уборах. Вот, и там вот на фильме «Званзун» это очень хорошо заметно. То есть вот классическая фуражка, да, флотская, офицерская. То есть вот о ней мы в прошлый раз тоже говорили. Это белый верх, это черный околыш. Вот она меняется, она меняется на Британику. В Британике британская фуражка, флотская, офицерская, она уже вот этих вот атрибутов лишена. Там интересный атрибут, вот сразу бросается в глаза. Это новая кокарда и, в частности, вот ремешок, подбородный ремень, который становится вот таким очень заметным для любого там человека, который встречается с лоским офицером. Да, он как раз вот у нас располагается уже по верху и по низу околыша. Ну, такие детали. Но самая-то главная деталь в том, что вот эта новая форма, она полностью переносит уже знаки различия с погон на рукава. То есть вот это вот как раз идея того, что чины должны различаться по рукавам. То есть там сколько нашивок на рукаве, да, соответственно, узлы там должны быть. Но это целая система. А вот это вот чисто уже британское такое заимствование. Василий Жанович, а если так, маленький момент. А к сегодняшнему дню ведь флоту вернули погоны, да? Ну, как и всем, значит, во время Великой Отечественной войны вернули погоны. А что, получается, на флоте сохранились и на рукавнике, и погоны одновременно? Да, это вот как раз с тех пор и пошла традиция. Потому что 17-й год многие даже намеренно делали так, что отказывались от старых имперских атрибутов погон, да, в пользу новых вот этих вот обшлагов. Обшлага, рукава, то есть это все вот должно было стать таким тоже своеобразным, ну, что ли, вызовом старому режиму, старому миру. Вот это флотская форма. Василий Жанович, и вопрос. А скажите, а не слишком ли много вот британского появилось в стране, начиная, получается, с февраля 17-го года? За этим можно видеть как раз самое деятельное участие этих наших прекрасных партнеров в событиях февральских? Ну, партнеров вряд ли, партнеров вряд ли. А вот то, что это была такая вера в некую модель демократии, которая должна быть принята в качестве образца для России, уже у наших политиков, у российских. Вот она, конечно, была. А здесь, Василий Жанович, а здесь нет некой шизофрении, если, в принципе, значит, в Великобритании существовала монархия, там был король, вот, кстати, и до сих пор вот никто не ставит вопрос почему-то из наших уже партнеров внутренних о том, что королева засиделась на своем троне. Вот, как-то слишком она долго сидит, королева, да? Вот, сколько, лет 60 сидит уже? Вот, и как бы пришли брать пример демократии с монархического государства. Ну, я бы еще понял с Америки, где, собственно говоря, понятно, у Америка на стране не было такого влияния, но это же абсурд. Мы свергли царя, мы свергли царя, и демократии будем учиться у той страны, где царяне и короля не свергали. Ну, это же абсурд. С Америки тоже брали пример, больше даже, может быть, чем как раз с Великобританией в 17-м году. Это, может быть, действительно становится модой номер один. Вот такая американская уже модель демократии. Мы ее тоже переплюнули в плане выборности, например, офицерского состава в армии, но это неважно. А вот что касается Британии, ну да, это был некий такой символ не просто какой-то вот абстрактной свободы, а это был символ совершенно конкретной политической модели. Да, вы правы, безусловно, Британия, империя, монархия, но монархия парламентская, монархия, при которой полномочия правителя ограничены парламентами. Василий Жанович, ну вот если честно, если честно, маленькая ремарка. Судя по тому, как лидеры разных стран, вот недавно тут Меркельша побывала на аудиенции, бывают у королевы, то, мне кажется, вот этот удобный такой для людей миф о том, что она вообще ничего не решает, он, как бы так сказать, все-таки миф. Это такая завеса туманная, мне кажется, по сравнению с тем, что реально происходит. Ну, трудно сказать, но восприятие наших соотечественников в столетней давности, даже в 120, наверное, 30-ти летней давности уже теперь, нашей интеллигенции либеральной, это был идеал, это был идеал устройства государственного, при которой, соответственно, король есть, да, он никуда не исчезает. Прекрасный идеал, который был тут же разрушен, да, в своем собственном государстве. Василий Жанович, хорошо, Василий Жанович, а вот самый-то яркий, самый яркий красноармейский, красноармейская фишка, да, которая, конечно, бросается в глаза, вплоть до первых лет Великой Отечественной, это вот эти петлички, да? То есть вот, значит, от погон, они, понятно, офицеры даже сами отпарывали погоны, я так понимаю, чтобы на штыках не оказаться, правильно? Вот, во время революционных событий, и то есть это как бы пережиток, вот как-то даже немножко странно, потому что вот Англия от погон не отказывалась, а здесь отказались, вот. А как эти петлички-то появились? Почему решили, что вот надо на воротник вешать какие-то вот эти странные, какие-то, как их называли, шпалы, да, кубики, вот какие-то... Да, 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 да. Ерунду какую-то. Ну, это уже вот эти элементы, униформы в Красную Армию, они входят не в гражданскую войну, они появляются позже, это уже 20-е, 30-е годы, то есть это реформы уже более позднего периода, но вообще надо сказать, что вот это стремление обозначить на воротнике какой-то вот не просто там, я не знаю, какой-то цвет, да, показать, или какие-то канты там, да, допустим, вот как это было, например, еще в императорской армии, то есть окантовка воротника, это было, приборного цвета, а еще и чины и должности, да, показывать. Вот это, опять же, традиция не наша, не российская, если уж смотреть вот историю униформы, то это будет характерно, допустим, для французской армии, там это было принято, на воротниках как раз делались вот эти вот обозначения, и для, например, австро-венгерской армии, а вот в австро-венгерской армии, еще в период Первой войны, там как раз носились вот эти вот небольшие такие петлички, ну вот цвет этих петлиц, вот это уже как раз, наверное, то, что, собственно, наше ноу-хау, российское, красноармейское, потому что цвета петлиц обозначались, соответствовали роду войск, уже не какому-то полку, там, да, вот, как это было в царской армии, там, приборный цвет полка, а это рода войск, и вот это вот разделение на рода войск, это появляется в период гражданской войны, 19-е, 20-е годы. Василий Жанович, а как же тогда вот в гражданскую войну определялось, кто офицер, а кто рядовой? Ну, вот я имею в виду по форме. Уже не погона, естественно, Вернее, как, Василий Жанович, прошу простить, не офицер, конечно, а краском, красный командир, потому что от всех этих слов решено было избавиться к чертовой бабушке. Абсолютно точно, потому что декрет, о котором вот мы говорили, да, о ликвидации чинов званий сословий, вот это в том числе, он касался и армии, конечно, потому что все чины, они, все, это вчерашний день. Так вот, здесь мы уже переходим не на головной убор, не на грудь, не на воротник, а это уже все те же самые, уже помянутые сегодня рукава, обшлага. И в данном случае вводится практика знаков различия, которые нашиваются на левый рукав. Ну, вообще, вот практика левого рукава, это, у белой армии тоже это было распространено, но у корниловцев там украшены были левые и правые рукава, вообще, корниловская униформа это плакат, как говорится, кто раскрашен как плакат, тот корниловский солдат. Такая была частушка. Вот, а вот левый, левый рукав, там шеврон носили, допустим, вот можно было проследить это в добровольческой армии, трехцветной на рукавной, и то же самое мы видим, но уже не шевроны, естественно, а нашивали на левый рукав чуть повыше обшлага, канта вот этого, обшлажного, нашивали знаки различия в Красной армии. Там были звезды пятиконечные, разного размера, самая большая звезда у командарма, допустим, а вот самые маленькие, маленькие звезды, это звено там отделенного, да, отделенного командира, как его называли. Ну, то есть, то есть звезды, я правильно понимаю, звезды на обшлаге, это, собственно говоря, у нас офицеры? Начальники. Ну, условно говоря, да, можно назвать офицеры, хотя, конечно, некорректно. Василий Жанович, оттуда, оттуда пошла эта история, тогда такая мимолетная догадка, вот это в уголовной среде гражданин-начальник, то есть вот из-за того, что перестали офицеров называть офицерами, появились именно начальники, они потом перекочевали в этот фольклор? Ой, ну это мне сложно сказать насчет уголовного фольклора, здесь на самом деле, когда это все появилось, это отдельная совершенно история, на мой взгляд, я не думаю, что это как-то связано с Красной Армией, вряд ли. Другой вот еще момент, просто вот допомню, помимо Красной Звезды, там еще нашивались соответствующие геометрические значки такие, вот это были треугольники, это были квадратики, это были ромбики. Гражданская война. Друзья мои, так с Василием Жановичем Цветковым, доктором исторических наук, мы продолжаем разговор о символике сегодня в Красной Армии, да, Василий Жанович, но конкретного, вся эта история рождалась спонтанно или есть автор, вот дизайнер, как сегодня бы сказали, или художник? Конечно, конечно, были, были конкурсы, причем вот так вот, если посмотреть, было три таких наиболее известных конкурса, которые прошли в течение вот периода 17-го по 22-й год, и в конце концов, вот уже 22-й год, это последний год, когда окончательно утверждается полностью, уже стопроцентно униформа Красной Армии, это буденовка и шинель, хотя изначально она называлась кафтан, вот, но каждый из этих конкурсов, он, в общем-то, сопровождался определенным таким диапазоном разных совершенно проектов, причем проекты были такие и заимствования европейских элементов униформы, европейских армий, ну вот наподобие британского флота, да, вот о чем мы уже говорили, вот были, были проекты, например, использование головных уборов в качестве вот такого, как бы основного символа, что ли, да, знака различия, то есть там канты, канты разные нашивались, хотя вот эта наша замечательная пилотка, которую наверняка, вот все знают, да, это своего рода тоже такой символ Красной Армии, символ Великой Отечественной войны, она появляется тут у нас тоже еще в начале 20-го столетия, но носят ее пилоты, да, собственно, это вот пилотка, поэтому она отсюда и называется, а в Красной Армии, вот это интересно, пилотки носили курсанты, по-нашему, по-современному, если сказать, да, военные училища, но опять же, вот что интересно, поскольку, вот как я в начале программы сказал, не было пока вот такого единобразия, в 18-м году, даже в 19-м, и даже в 20-м, хотя уже в 20-м году там все-таки единообразия гораздо больше, то использовалась униформа старой царской армии, и вот, коли мы заговорили о юнкерах, да, красные юнкера, как их еще называли, иногда это вот красные курсанты, выпускники, в частности, знаменитые школы имени Верховного Совета, да, кремлевские курсанты, как их называли, вот помимо пилоток, вот которые они должны были носить с красными кантами, у курсантов, у многих, сохранились фотографии, вообще совершенно замечательные фотографии, которые показывают, что они стоят в киверах, в киверах, вот этих еще юнкерских киверах, парадной формы, которая осталась на складе, там, не знаю, вот с какого года там правления Николая II, естественно, все эти кивера, они уже украшены красными звездами, потом, самый такой вот тоже интересный, наверное, момент, использование гусарской формы, опять же, полевая, такая походная форма гусарская, это чакчеры, краповые чакчеры, это что ж такое, Василий Жукович, такое за чакчеры, не путать с чак-чаком, привет, Казань. Нет, 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 ни в коем случае, это как раз, ну, чтобы было понятно, это такая униформа именно гусарская, вот это слово, которое вот характерно для гусар, ну, а для простого человека это шаровары, а самый простой пример, вот напомню, фильм Офицеры, начало этого фильма, когда у нас герои награждают за, там, службу доблестную, награждают его красными революционными шароварами, так вот эти самые красные революционные шаровары, это были, в практике, это были гусарские чакчеры, крапового такого цвета, но не совсем красные, конечно, вот это тоже к вопросу насыщенности цвета, вот, и их, да, выдавали вот в качестве такой награды, ну, их особенность, это то, что они обтягивают ногу, для кавалериста это очень важно, потому что, чтобы там не болталось, ничего, да, в седле не мешало, и, ну, помимо этого, использовались венгерки, а венгерка это доломан, вот так вот, если смотреть, тоже такой типичный, гусарский элемент униформы, и вот эти вот венгерки, они использовались и в первой конной, и в других кавалерийских соединениях, там, на восточном фронте, и тоже, естественно, это все было со старых, старых складов царской армии взято, но там уже никаких знаков различия царской армии, ничего этого уже не было, все это было украшено красными лентами, красными бантами, нагрудными знаками, естественно, вот эта вот символика, она тоже достаточно интересная, и это вот свидетельство того, что на тот момент, вот начало, формирования Красной Армии, Буденовка и Кафтан, вот, да, шлем и Кафтан, как вот, если правильно говорить, первое название, вот этой Воснецовской формы знаменитой, да, они еще пока не практиковались широко, а если уж о Буденовках говорить, то это скорее будет начало 19-го года, потому что до конца 18-го года не было официальных распоряжений, только в январе 19-го появилось официальное распоряжение, официальный приказ о том, что вот головной убор, богатырка, шлем, по-разному его называли, да, богатырка, да, 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 он становится официально зимним головным убором, вот это тоже, кстати, важно отметить, потому что, собственно, Буденовка, она у нас использовалась в основном для холодного времени года, опять же, вот еще интересный такой эпизод, отмечу, почему она стала называться Буденовкой, ну, считается, что первые части, которые получили, это были кавалерийские соединения, которые входили в состав будущей Первой Конной, но еще одно более распространенное в 20-м, например, году название, это Фрунзенка, Фрунзенка, а этот головной убор одевали бойцы Красной Армии, которые штурмовали Перекоп, и вот если посмотреть к кинохронику, то там вот они как раз в этих самых шлемах остроконечных идут, и командовал фронтом Фрунзе, южным фронтом, вот поэтому вот такое вот название сюда перешло, хотя параллельно с Буденовкой еще один шлем появляется, он уж совсем даже не Буденовский, вот, он носился летом, и вот такой вот шестиклинный шлем, тоже остроконечной формы, но практиковался в основном в пехоте, а вот пехотные части, а Буденовка, она везде, во всех родах войск она присутствовала, звезды были разные, вот звезды уже по цвету рода войск, поэтому Буденовец классический, кавалерист Буденовец, он у нас будет не с красной звездой на лбу, а он будет с синей звездой, потому что синяя звезда это цвет прибора как раз красной кавалерии. Да, надо вам, Василий Жанович, будет как-нибудь записаться в консультанты фильма какого-нибудь о гражданской войне, а то нас телевизионщики и киношники постоянно обманывают, а вы нам, понимаешь ли, вот выкатываете настоящие доказательства и улики, Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, весь цикл гражданской войны на сайте радиомаяк.ру Еще больше подкастов Маяка насмотрим.